Здравствуйте, уважаемые друзья! Вчера вечером я возвращалась домой, и соседка сообщила мне трагическую новость. Умер мужчина из соседнего подъезда, которому было всего 48 лет. Умер он внезапно, не дожил две недели до своего дня рождения, когда ему исполнилось бы 49 лет. Друзья, официальная причина смерти ему указали как цирроз печени. Да, он действительно выпивал, но прям совсем уж такого криминала не было. То есть он продолжал, он все время работал, он водил автомобиль, ездил на дачу, ну и по выходным он выпивал. В общем, это не должно было послужить причиной столь внезапной смерти. Но, как мне позже рассказал другой сосед, который помогал его родственникам отвозить тело в морг, он рассказал, что неделю назад этому вот Алексею внезапно стало плохо, у него начало падать давление. И ему родственники, с которыми он проживал в квартире, вызвали скорую помощь. Его отвезли в больницу, к которой прикреплен наш район, и положили под ИВЛ. Вы представляете, то есть у него не было проблемы с легкими, но его положили под ИВЛ. Потому что сейчас, как вы знаете, они накручивают новую скандемию 2.0. Его положили под ИВЛ, он пролежал под этим ИВЛом 4 дня. Через 4 дня его выпихнули из больницы, сказали, что давай иди домой, дальше болей дома, потому что мы готовим койко-места, готовим помещение как раз к приему повышенного количества больных в связи с новой скандемией. Друзья, то есть это, кстати, вот обратите внимание, это информация из первых рук. Это не слухи и не бесполезная болтовня, что они раскручивают новую скандемию. Они действительно ее готовят. То есть ввели тряпочный режим, мы это обсуждали уже какое-то время назад. Ввели в медицинских учреждениях, ну, может быть, не во всех, но точечного. И вот готовят больницы для приема повышенного количества больных. Друзья, в итоге, вернусь к этому моему соседу, который умер, он вернулся, приехал домой из больницы и резко начал желтеть. Он начал желтеть, ну, то есть это признак гепатита. И перестал есть, ему все хуже, 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 и через два дня он вот так дома и умер. И, вы знаете, я поговорила с соседями вчера еще, которые тоже его все знали, потому что он здесь живет в этом доме с самого начала, с момента постройки дома. И многие соседи его знали прямо, можно сказать, с детства, ну, с молодости. Так вот, я потом, когда с ними поговорила, я вернулась домой и вспомнила, что он два года назад прошел процедуру. Причем я тогда еще с ним, ну, и с другими соседями разговаривала, объясняла им, почему это ни в коем случае нельзя делать. И они мне сказали, что нет-нет-нет, они не будут это делать. Но потом, через некоторое время, я с ними снова стала разговаривать, и они все как один мне сказали, что прошли процедуру. Друзья, и самое главное, что сейчас вот эта внезапная смерть моего соседа не будет связана с процедурой. Ему уже написали цирроз. Причем сосед сказал, что у него там оказался целый букет болезней, и панкреатит, и с легкими что-то, и с сердцем, и с давлением, и с почками. То есть он в 48 лет оказался совершенно больным человеком. И в случае с алкоголиком, с пьяницей, очень легко все это списать сейчас на алкоголь. Друзья, так что то, о чем мы говорили, что будет падеж, вот, пожалуйста, первый человек, которого я знала лично, который умер. Умер. Мне в чате, в телеграм-канале пишут про такие случаи именно летальных исходов. Но из тех, кого я знала лично, я знала только осложнения. И вот первый человек, который буквально отправился на тот свет. И попробую вот сейчас им заикнить, этим соседям, которые тоже прошли процедуру, что есть реальная причина. Ну, понятно, что цирроз печени, но, друзья, что простимулировало столь внезапное развитие цирроза печени? Ну, вы же понимаете. И, как и говорили, помните, когда все это происходило 2 года назад, что через 2 года как раз мы будем видеть эти реакции. Да, вы знаете, вот они, видимо, волнами идут. То есть первая волн... Кто-то и первый раз не переживал, не доживал даже до второго раза. Кто-то прошел 3 раза и вот через 2 года дал реакцию. А сейчас, если они раскручивают новую скандемию, то понятно, что они погонят людей на процедуру снова. И уже мы видим такие сообщения, такие пугающие, что если вы не будете носить тряпки и проходить процедуру, то мы вам устроим новый локдаун. Уже мы такое видим. И, конечно, основной упор будет на сотрудников госучреждений, на сотрудников медучреждений. Я не знаю, насколько те, которые прошли эту процедуру 2 года назад, насколько они побегут снова это делать. Я знаю, что все-таки есть довольно большое количество людей, которые пожалели об этом. Но, тем не менее, и большое количество продолжает оставаться, которые верят в К-19, верят, что они переболели. И прошло 3 года, и никак невозможно хоть кол на голове тишить, и люди никогда ничего не поймут. То есть это конченые зомби. Так что, друзья, вот такая ситуация с последствиями. Ну и, как я сказала, это очень сложно объяснить. Сейчас будет и его родственникам, и его соседям, что реально является причиной. Я уверена, что этот человек прожил бы гораздо дольше, даже при всем, при том, что он употреблял алкоголь, если бы он не прошел эту процедуру. Причем его отец умер 2 года. Я уверена, что отец тоже прошел эту процедуру. И вся его семья прошла эту процедуру. Но этим людям ничего не объяснить. Они не хотят понимать. И более того, если им начать сейчас это говорить, они порвут как тузик грелку. Вот если бы я вчера этим соседям сказала про процедуру, они бы просто меня там разорвали на куски, на части. Поэтому, друзья, будьте осторожны, потому что это люди далеко неадекватные. И еще у меня для вас интересная информация. В России начали вводить военную цензуру и комендантский час. Сегодня пришла новость о том, что Денис Пушилин на территории ДНР с завтрашнего дня вводит военную цензуру. Это имеется в виду почтовых отправлений, переписки и телефонных переговоров. То есть, теперь они получают, себе вернее, дают официальное разрешение мониторить всю нашу частную переписку, все наши частные переговоры, всю нашу частную жизнь. То есть, то, что вы обсуждаете, позвонив там какому-то своему единомышленнику, кто с вами на одной волне, обсуждаете, критикуете власть, вот сейчас в ДНР это будет сделать уже очень рискованно, потому что тайна частной жизни, тайна частной переписки теперь заканчивается с завтрашнего дня. Друзья, и обратите внимание, что очень важный момент, что этот указ Дениса Пушилина не подписан, и опубликован он на сайте, внимание, denispushilin.ru Это не шутка, я выложила сегодня скриншот этого указа на своем телеграм-канале. Действительно, указ Дениса Пушилина о военной цензуре, о комендантском часе выложен на сайте denispushilin.ru И это говорит о том, что этот указ недействителен, он не вступил в силу, потому что, согласно 198 указу Путина от 2 апреля 2014 года, официально опубликованными считаются документы, выложенные на платформе pravo.gov.ru Да, это поддомен, домен верхнего уровня, это gov, американский домен, government, сокращенно gov, это government, правительство. Ну, понятно, что это сайт мирового, домен мирового правительства, а то, что поддомен вот эти вот наши государственные, правительственные сайты, это все висит на сайте мирового правительства. Но, тем не менее, вот согласно указу Путина, официально опубликованными документы считаются именно на этой платформе. И еще в российской газете тоже считаются официально опубликованными. Но не на сайте denispushilin.ru. Это личный сайт с личным доменным именем. С какой стати вообще теперь выложенная информация на личном сайте считается опубликованием документа, который напрямую затрагивает наши права и законные интересы. Если вы считаете, что это где-то в ДНР, и вас это не коснется, не нужно так думать. Вы глазом не успеете моргнуть, как это придет в ваш дом, как это распространится на территорию всей Российской Федерации. Потому что ДНР – это уже Россия, это присоединенная территория. Сейчас они там это оттестируют, и потом они это ведут, уже будут мониторить вашу частную переписку, ваши сообщения в мессенджерах. Все-все-все абсолютно. То есть я думаю, что они, конечно, и сейчас все это мониторят, когда им надо, но с завтрашнего дня это уже будет, можно сказать, официально. Хотя это нелегитимно. Сайт denispushilin.ru – это личный сайт Дениса Пушилина. Я также с таким же успехом могу завести лично сайт Натальи Черняховская, натальечерняховская.ru, и там выкладываю все, что угодно. И что теперь это будет считаться официальным опубликованием документов? Нет, друзья, это полнейшее самоуправство, причем посмотрите на моем телеграм-канале, печать, которая стоит на этом документе, не подписанном Денисом Пушилиным, это печать не его лично, а просто для документов. Ну, то есть нарушено все, что можно. И на основании вот этой Филькиной грамоты они сейчас нас будут кошмарить. Посмотрите, пожалуйста, 198-й указ Путина 2 апреля 2014 года, и посмотрите статью 15, часть 3 Конституции России, о том, какие законы считаются вступившими в силу. Что закон вступает в силу, закон или законодательный акт, или нормативно-правовой акт, вступает в силу с момента его официального опубликования. Если он официально не опубликован, он не является вступившим в силу. Поэтому Филькина грамота Дениса Пушилина это не более чем Филькина грамота, не вступившая в силу. Рассказывайте, пожалуйста, об этом всем. Но мы давно с вами знаем, что ни Путин, ни Собянин, ни губернаторы не подписывают никакие свои указы. Делают они это для того, что у нас нет страны, они не являются должностными лицами, они просто самозанятые, которые выполняют роль должностных лиц, как бы исполняющие обязанности. Но должностными лицами они не являются, поэтому они ничего не подписывают, чтобы в случае, когда будет трибунал, этой бумажкой их не привлекли, их указанными, указанными, их законами и так далее. Поэтому, друзья, это очень серьезный момент. Понятно, что комендантский час вот в Москве, например, по факту уже действует на территории школ. Их перекрыли еще весной, я вам делаю об этом видео. Установили часы, когда можно посещать территории школ. Ночью там находиться нельзя, территория школы просто перекрывается на замок с амбарным ключом. По крайней мере, это вот рядом с моим домом так школы перекрывают, территории школ. Выходные, так, в рабочие дни там можно находиться только после 4 часов вечера и до 10 часов вечера. Выходные тоже до 10 часов вечера. Ну, короче говоря, комендантский час у нас уже действует. И если они что-то не называют тем, чем оно является, это не значит, что они этого не делают. Например, Собянин сейчас сказал, что реновацию в Москве нужно ускорить в 2 раза. И не важно, что он не использует слово энергоэффективность. Это будет расселение именно домов, помяните мое слово, с низкой и пониженной энергоэффективностью. Это уже просто совершенно очевидно. Как я вам говорила, что осенью начнут поднимать тарифы ЖКХ. Их поднимают с октября и еще в следующем году на 10%. Это совершенно просто ясно, как... ясно, как день. То же самое с этим расселением. Все это будут делать, потому что вы не сопротивляетесь. Всего 2 человека отправили Собянину обращение по энергоэффективности. И я вот в ближайшее время подаю в суд, пока руки... Руки и ноги пока не дошли. У Владимира руки, а у меня ноги не дошли. Поэтому, друзья, рассказывайте про вот эту Филькину грамоту Дениса Пушилина, потому что они сейчас потихонечку, как они обычно это делают, введут это во всей стране, так что мы потом... Так что потом будет, простите за выражение, не продохнуть, не пернуть. Вот так, друзья, я благодарю вас за ваш интерес к сфере ЖКХ. Пока еще у нас не отняли последние рычаги, присоединяйтесь к сопротивлению. Через ЖКХ они выбивают из народа деньги на войну, потому что войну всегда оплачивает народ. Это было во все времена. Я вам рассказывала про КАМАЗы, жилищника, которые едут в направлении по трассе Дон в южном направлении. Я вам рассказывала, что сотрудники коммунальных служб также заключают контракты, едут туда работать. И это целый бизнес, понимаете, этого... Как это называется? Military Industrial Complex. Военно-промышленный комплекс. Термин, который впервые использовал Эйзенхауэр, американский президент, они разрушают, а потом они сначала зарабатывают на разрушении городов, потому что военный бюджет, вы понимаете, на вооружениях это огромнейшие бюджеты, а потом они зарабатывают на новом строительстве, реставрации этих городов. Это бизнес, огромный бизнес, друзья. И все это делается за ваш счет. Поэтому открывайте глаза, делитесь информацией, пока нам окончательно не перекрыли информационные каналы, платформы. Большой брат наступает, он уже здесь. Если вы думаете, что это какое-то отдаленное будущее, вы очень ошибаетесь. Друзья, вот он большой брат сегодня в виде новости Дениса Пушилина на сайте denispushilin.ru Военная цензура, и хотя у нас официально никакой войны не объявлено, это не нужно делать. Военную цензуру у нас уже объявили с комендантским часом. Так что, друзья, делитесь информацией, пока это возможно. Изучайте тему про ЖКХ по ссылкам в описании, про мировое районное судо и пишите мне насчет пакета документов. Если у вас какая-то частная юридическая ситуация, тоже связывайтесь со мной, я вам помогу ее решить, следу вас с юристом. Пишите мне по WhatsApp и по Telegram указанным в описании. Благодарю вас за поддержку, за то, что делитесь с моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.